Цена олимпийского золота была велика во все времена. Особенно ее цена растет, когда речь идет о художественной гимнастике. Именно в этом виде спорта, как отмечают многие спортивные обозреватели, самая непредсказуемая и самая сложная система оценки выступлений спортсменов. Однако на протяжении 25 лет именно российские спортсменки заслуженно получали заветные золотые олимпийские медали. Все изменилось на минувшей Олимпиаде в Токио, когда впервые за четверть века наша команда уступила лидерство. На фоне этой новости разыгрался скандал. Все началось с поражения в личном многоборье сестер Аверинах. Дина Аверина проиграла в борьбе за золотую медаль спортсменки из Израиля Линой Ашером. Арина Аверина заняла четвертое место, хотя многие спортивные обозреватели считают, что российских спортсменок попросту засудили. После чего стало ясно, что в художественной гимнастике наступают перемены. Слова поддержки нашей команде в социальных сетях выражают многие российские спортсмены, которые не согласны с решением судей. Девушки показали поразительные элементы акробатики и уверенный темп. Обозреватели соревнований подчеркивали, что в программе не было отмечено ни одного пустого места. Движение было непрерывно. Однако наши уступили команде Болгарии. Конечно, болгарки показали свое высокое мастерство, но при этом были и недочеты, которые ставят под сомнение непредвзятость судейской коллеги. Да и в принципе система оценки в художественной гимнастике очень сложна. Судье необходимо увидеть абсолютно каждый элемент выполненных упражнений. Зачастую баллы снимают за касание предметом тела, потерю или захват предмета, слышимое исполнение ловли и ведение мяча. Все эти мгновения сложно оценить и еще сложнее поймать взглядом. Однако факт есть факт. В этом виде спорта мы уступили. В областной федерации художественной гимнастики отказались комментировать произошедшее, добавив, что СМИ не стоит лезть в это дело. Как отмечает президент Олимпийского совета Ульяновской области Олег Калмыков, вопрос наисложнейший. У меня есть свое личное мнение. Оно какое? Конечно, мировому сообществу надоела гегемония россиянок. Ну надоело, ну что, 10-20 лет берут первые места. И это закономерное их желание нас подвинуть с пьедестала. И они, конечно, искали способ это сделать. Но какой-то способ нелепый получил. Все-таки предмет был уронен. Это событие затронуло многих жителей Ульяновской области, которые решили высказать свое мнение о сложившейся ситуации. На самом деле меня это расстраивает, потому что я считаю, что наши спортсмены довольно-таки достойно выступают. И, наверное, они заслужили все-таки, если не первое место, но каких-то по достоинству оцененных результатов их трудов. И хотелось бы, чтобы, наверное, на следующей Олимпиаде было более адекватное судейство, более честное, и в результате наши девушки все-таки оказались на заслуженном пьедестале. Это политический ход. Молодежь уничтожает, не дает возможность продвижения. Я считаю, что просто, ну, действительно в России у нас подготовка, она идет, ну, не такая. Люди не так, как бы, готовятся к таким вот мероприятиям, чем в других странах. Они более как-то усердно к этому относятся, как я считаю. Ну, конкуренция была, наверное. Конкуренция. Достойная. Я думаю, политический выход. Таким образом, проблема современной художественной гимнастики в России такая же, как и во многих других видах спорта, где присутствует сложная система оценки результата. Вроде бы есть четкие критерии, правила, но также существуют и различные мелочи, которые разными судьями трактуются по-разному. Максим Пицарев, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.